Всем привет! Сегодня я хочу вам показать процесс создания принта на моей одежде и предложить вам попробовать сделать то же самое, если вы вдохновитесь и вам это понравится. В 2017 году я рисую девушку, у которой на одежде был нанесен принт в виде сердца на фужерной ножке и надписью «Не кантовать». Идея сделать такой принт в реальности дошла до меня только сейчас. Поэтому я немного доработала идею для того, чтобы она стала более подходящей для создания принта. Вы можете скачать эту иллюстрацию с русской надписью, либо с английской надписью и распечатать ее на собственном принтере. Печатать нужно один к одному того размера, который вы хотите в итоге, чтобы у вас оказался на кофте. То есть сначала примерьте, посмотрите, слишком он будет большой или слишком маленький и печатайте на бумаге ровно так, как в итоге должно получиться на одежде. Бумагу для этого нужно использовать самоклеящуюся фирмы «Ламонт». Для того, чтобы создать трафарет, мне понадобится макетный нож, он же скальпель. По идее, конечно, вы можете попробовать резать обычным канцелярским ножом, но скальпель имеет форму ручки, им намного проще и легче управлять. Не забудьте подложить что-то мягкое. У меня для этого есть резиновый коврик, на котором я вырезаю, иначе вы навредите вашему столу или тому покрытию, на котором вы будете это резать. Самоклеящаяся бумага «Ламонт» не очень толстая, поэтому резать ее ножом достаточно просто. Здесь я не смогу рассказать вам никаких хитростей, потому что их нет. Нужно просто аккуратно по контуру всего нашего эскиза, макета, вырезать детальки. Когда трафарет готов, я провожу эксперимент с купленной краской по ткани. Сегодня я пользуюсь деколой по текстилю черного цвета. Я нашла ткань, это хлопок, какой-то кусочек икеевской ткани, и решила попробовать, посмотреть, насколько эта краска жидкая, насколько она хорошо ложится, вообще ее свойства. Потому что, как мы знаем, производитель может сделать идеальную краску на условиях хранения в магазине, либо какие-то еще факторы, и краска может испортиться. Поэтому каждый раз, когда вы хотите сделать что-то, и не хотите расстраиваться от того, что ваш результат выйдет не совсем таким, как вы предполагали, делайте тестовые выкраски. Также в инструкции к этой краске написано, чтобы ее разбавить, если она густая, нужен специальный разбавитель. То есть водой лучше ее не разбавлять, потому что таким образом она может потерять свои свойства. От вырезанного трафарета у меня осталось сердце. И я решила протестировать также и бумагу. Я ее приклеиваю к той же самой киевской ткани. Смотрю, насколько вообще хорошо самоклеющаяся бумага клеится к изделию. В целом очень хорошо. И я начинаю наносить краску для того, чтобы проверить. Если я буду наносить краску достаточно близко к границам трафарета, даже заходя за них, не случится ли такое, что краска пропитается? И когда я сниму трафарет, линия будет там не идеально ровной. И как вы можете заметить, краска не пропиталась через трафарет, она не растеклась. Когда я сняла трафарет, в целом изображение получилось очень аккуратным. Поэтому это дает мне некую уверенность в том, что и на моих уже изделиях в виде футболки и кофты тоже все получится хорошо. Но я вам советую поставить эксперимент с вашей краской, с вашей бумагой и тканью. Опять же, на краске всегда написано, что лучше этой краской работать по хлопку или шелку. У меня одна из кофт стопроцентный хлопок, вторая немного с примесями синтетики. Так вот, на синтетических тканях, из-за того, что они тянутся, краска может не совсем так ложиться, как на хлопке. Поэтому предпочтительнее, если ваша ткань, на которую вы хотите сделать принт, все-таки будет натуральная. Поскольку эксперимент показал факт того, что краска пропитывается наизнанку, нужно для сохранности изделия подложить под будущий принт что-то твердое. Возможно, не обязательно твердое. Это может быть, например, какой-то плотный бумажный лист. Может быть, это будет картонка, книжка. У меня это МДФ, оно ровное, оно плотное, и на нем, собственно, я и буду распрямлять свою кофту и переносить уже на кофту, которая лежит горизонтально. Самоклеющаяся бумага имеет два слоя. Первый, собственно, это бумага, верхний слой, и внутренний слой, защитная пленка, которую нужно снять для того, чтобы бумага приклеилась. Поэтому переносим эскиз туда, где мы планируем его разместить. И дальше, на самом деле, самое простое. Нам нужно взять кисточку, не самую крупную и не слишком мелкую, и тампующими движениями начать заполнять все пространство внутри трафарета. Я делаю эту кистью, можно делать это губкой, чтобы я посоветовала вам это не набирать слишком много краски, потому что излишек краски, она достаточно влажная, будет пропитывать бумагу, и когда вы будете снимать трафарет, то размокшая бумага будет не очень хорошо отходить от изделия. Поэтому я набираю краску на кисть, убираю излишки, чтобы краска на кисточке оставалась, но чтобы с нее и не капало. И начинаю тампующими движениями проходиться по трафарету, полностью заполняя все части, которые должны быть прокрашены. В конце самое приятное – это снять бумагу и увидеть, что все получилось идеально. Какие-то маленькие кусочки, которые в буквах остались и не отрывались одним большим куском, я поддеваю при помощи скальпеля, это может быть пинцет. В общем-то, отходит легко, вообще никаких проблем. То же самое я повторяю со своим вторым изделием, но тут ткань уже намного тоньше, чем на первой кофте, она намного сильнее пропитывает оборотную сторону, и я думаю, что из-за этого моя бумага быстрее пропиталась краской, и буквы трафарета и на этой футболке отходили немного хуже. Но в итоге я тоже их все отрывала, и получилось вполне себе хорошее изображение, классный ровный принт. Ну и в конце, как написано на банке производителя краски, нужно подождать сутки, пока изделие высохнет, и закрепить краску утюгом. Нужно вывернуть изделие и проутюжить на той температуре, которая предписана вашей футболке. Ну смотрите бирочку, там наверняка нарисовано один, два или три точечки на утюге, это значит интенсивность, с которой вы можете поставить нагрев утюга. У меня было две точечки, и вот я проутюжила, и уже можно носить эту кофту, стирать можно даже в машинке, но на деликатном режиме, но лучше стирать руками. По идее краска будет медленно становиться более серой, прозрачной, но она не сотрется в любом случае слишком быстро, главное ее не кипятить. В общем-то вот и все, такой простой процесс, но очень увлекательный. Надеюсь, что это вас вдохновит на создание собственных принтов и изделий. Ну а я пошла гулять, буду выгуливать в Санкт-Петербурге эту свою новую футболку. Всем спасибо за просмотр, и пока!